сейчас я раз у вас был сложный период здесь видимо ваша душа будет говорить о сложном периоде вашей жизни который завершается подходит концу но у вас все еще есть чувство потери потери прошлого где-то у вас ощущение того что ничего невозможно вернуть нет ничего хорошего но карта вот эта карта навсегда говорит что есть что-то вы готовы пойти свое будущее многие из вас уже пошли в другую сторону но смотрите здесь есть еще остались какие-то кубки говорят вы зря вроде как плачете об этом прошлом переживаете но внутреннее переживание какие-то эмоции здесь есть негативные по этому поводу здесь говорят карты есть что-то очень хорошее что еще осталось в этом прошлом вы просто на данный момент после кризиса не видите ничего хорошего сама карта это показывает у меня был кризис который из которого я уже ухожу осталось какое-то неприятное ощущение что все уже все закончилось чувство потери и я не вижу ничего больше карты говорят там есть что-то очень хорошее что осталось вы просто на данный момент ну в связи с вашим эмоциональным состоянием не можете это увидеть не можете как вас видят как вот смотрите вы не хотите больше действий никаких сторону прошлого пока бездействуйте и не очень приятно эмоциональное состояние снова показывает я там не вижу я не надеюсь больше что там что-то может измениться как вас ваша душа видит какой-то выбор вы не хотите совершать вам важно здесь выбрать себя это однозначно по этой карте всегда всегда во всем это выбор ну как даже если мы в браке даже если мы находимся с человеком да с любимым все равно нужно выбрать себя эта карта выбор себя от всего сердца чтобы понять нужен вам этот человек или нет такое ощущение что вы чего-то не слышите вот мне такое ощущение что здесь душа хочет показать что вы не замечаете каких-то очень хороших эмоций в прошлом они подавлены негативными эмоциями разрушений разрушение каких-то отношений я так понимаю ну не выпала бы карта где выбор между вами стоит и другим человеком когда человек может себя принять всем сердцем он и другого может принять это не значит что жить с ним или не жить это ну вот полное принятие человека это безусловная любовь вы говорите человеку бы счастлив я хочу чтобы ты был счастлив но без разницы с кем со мной не со мной я просто люблю вот это у безусловий когда вы не ставите условия я люблю этого человека когда он делает только так как мне надо когда этот человек ну вот это вот безусловная любовь называется но чтобы сделать выбор в этом всегда нужно безусловно во первых себя полюбить никакое чувство вины не должно быть то есть принять себя совсем потому что вот эта вот карта иногда показывает чувство вины что я здесь тоже что-то не то сделал сделала да когда вы себя безусловно принимаете то вы человека можете принять безусловно и здесь уже легко совершить выбор или остаться в этих отношениях или уйти полностью без разницы проживаете вы ли здесь не проживаете здесь может по карте быть что отношения полностью рухнули брак развалился да что-то случилось с каким-то человеком с вами да ну что здесь два человека летят с башни они что-то строили вдвоем вы можете быть не вместе но ощущать что я все еще эмоционирую по этому поводу здесь определенные эмоции невозможность совершить выбор роста нет в эту сторону где как как можно совершить выбор верный для себя в первую очередь почему душа показывает эту ситуацию с прошлым почему потому что у многих здесь и вы смотрите вы можете вообще уже не жить здесь могли развестись могли разъехаться или думаете о разводе дар расходе но почему-то душа еще здесь показывает этому я понимаю потому что вы вы не можете выбрать в этой ситуации в данный момент сложный выбор почему здесь это ситуация показывает потому что эта ситуация очень сложно является внутренне для вас эмоционально вы все еще видите ответственность за вот это вот разрушенное уже что-то между нами у вами господи простите всегда показывается я беру какую-то часть ответственности эмоциональное чувство вины это можете вот по этой карте где-то себя эмоционально обвинять или чувствовать что я что-то ну делаю неверно я не уверена вот по этой карте выбора я не уверена что я что-то верно делаю до где-то эмоциональная ответственность она тяжелая вот за что-то прошлое вашей жизни может быть кто-то здесь наоборот никак не может разрушить может быть вы прямо находитесь в этом периоде но большинство вот мне кажется здесь уже что-то порушили разошлись просто не выбрали до конца себя понимаете вот не выбрали вы до конца себя почему здесь показано кризис потому что хотят внимание на мужчину какого-то обратить почему настал здесь кризис почему здесь настал кризис отношениях это оба нет здесь один вот товарищ был в отношениях потребитель другой наблюдатель вы вообще и здесь не проговоренная ситуация она и внутренне не проговоренная у вас эта ситуация не прожитая здесь эмоциональная как сказать вам то есть дело может быть сделано до разошлись разбежались а масс эмоционально не прожили не приняли эти свои эмоции не распрощались и не отпустили эту ситуацию что-то вот такое вот идет и почему-то здесь на мужчину хотят внимание ваше обратить зачем здесь а душа хочет обратить внимание на этого мужчину потому что здесь любовь это его любовь и он чувствует себя одиноким у вас тоже есть любовь но спросила у вас есть любовь да но вы сделали прорыв вы сделали прорыв в сдерживании негатива и своих как сказать реакции на эту ситуацию вы в этой ситуации больше победитель вы меньше страдаете кстати страдает здесь больше мужчина интересно хотя хотя он скорее всего он был потребителем здесь в этих отношениях потому что мужчина выпал перевернутый он действовал свою сторону чтобы насытить себя положительными эмоциями прорыв больше у вас произошел но вы все равно встряли застряли вот в какой-то выборе себя называется карта да выбор себя всем сердцем внутреннее где-то внутреннее есть чувство вины тоже за это за все дело может быть кто-то из вас вот последний кирпич не может из этой башни выбить да то есть окончательно отпустить проще говоря эту ситуацию отпустить почему показывают любовь мужчины почему душа хочет обратить на любовь этого мужчины ваш взгляд ну болезненная стагнационная ситуация стагнация да опять боль прошлого что душа хочет этим все внимание на боль прошлого проще говоря когда мы испытываем чувство вины где-то может быть за неверное принятое решение что себя то выбрать не можете получается тоже где-то вините себя правильное сделала неправильное сделала эмоциональная привязка в прошлое идет мысли есть в прошлом это говорит о том что вы сливаете в прошлое энергию и не можете прорыв в будущее сделать это всегда так если энергия уходит в прошлое будущее очень медленно развивается вот оно стоит у вас это будущее если смотрящие здесь обратят внимание на мужчину что здесь даст зачем здесь надо здесь главное не на саму ну не на болевые ситуации надо обратить а что на что здесь надо обратить внимание на эту сложную ситуацию в прошлом на что здесь надо обратить внимание на незавершенность на не полученный результат ну то что общение не получилось и что здесь увидеть надо ой мужчину который охладел в прошлом и что бездействует он бездействует в сторону вас потому что привязка у него есть что этот мужчина сейчас борется со своей зависимостью да он борется со своей зависимостью здесь идет про прогресс продвижение вперед у мужчины здесь хотят вам ваша душа хочет сказать что мужчина пошел в развитие то есть вот в этой сложной трансформационной ситуации для вас в которой вы вышли победителем вы себя проработали но осталась эмоциональная связь скорее всего связанная с вами где вы где-то подсознательно чувство вины какое-то чувствуете за разрыв скорее всего потому что башня вместе с пятеркой кубков вышла да здесь хотят внимание обратить что мужчина начал развиваться идет проработка хорошо спрашиваем душу почему о чем душа сегодня именно по этой ситуации хочет вам что-то сказать что это значит почему душа показала эту ситуацию что ты хочешь сказать нет обнуления еще пока обнуления вас обнуляют здесь отношения отношения в двоих или только смотрящих только смотрящих обнуляют вас обнуляют а отношения здесь будут обнуляться да будут обнуляться через разговор через встречу какую-то через общение возможно мужчина приедет может быть вы встретитесь где-то но это не всегда прямо личную встречу показывают может быть через интернет через телефон сообщение но бывает что и встреча но она такая как мимоходом она незначительная для вас будет понимаете не такая яркая но разговор какой-то здесь будет обнулять вообще и его и вас вас здесь будут обнулять через принятие баланс эмоциональной знаете вот вот эта карта часто еще говорит жить здесь и сейчас жить жизнь вот здесь должна произойти какая-то встреча у вас с этим мужчиной или разговор или сообщение какая-то информация меч всегда показывает информацию вы должны ее скорее всего принять очень гармонично очень гармонично то есть жить в моменте здесь и сейчас как бы находясь вот в потоке вашей души как наблюдатель да наблюдатель видя свои эмоции и стараясь их балансировать то есть вам надо быть в гармонии в этот момент почему душа хочет чтобы вы были в такой гармонии здесь чтобы в этот момент вы себя не обманывали через всплеск эмоций здесь самообман может быть в чем всплеск эмоций может дать неправильное представление о партнерстве об зависшей ситуации в том что она не двигается вы можете не замечать энергетику изменения этого человека рядом с вами проще говоря чтобы быть в гармонии вам надо просто увидеть что эта ситуация она сдвигается куда-то а куда вас здесь будут в какое обнуление выводить вас выводить будут из страхов смотрите ситуация связанная с отношениями с тяжелыми с очень негативными где мужчина вас мог ну действовать в сторону себя как потребитель выступить в этих отношениях но у него здесь зависимость показывают я не знаю у всех зависимости разного кто-то блин сексуальность свою сдержать не может кто-то алкоголь а кто-то гордыню да и прессует женщину я не знаю тут мы не разбираемся в каких зависимостях он но от них вы явно пострадали у вас сформировались страхи смотрите у вас сформировались подсознательные страхи если он он был с вами ну вот здесь вот может быть и тираном был и ну мало ли да зависимости очень много мы сейчас не разбираем ой он в ограничения вас мог вводить ну ваши мечты здесь вообще не ограничения разные тоже могут быть смотрите сформировались какие-то негативные страхи у вас вы будете скорее всего через общение с этим человеком прорабатывать свои страхи для того чтобы вы могли обнулиться и иметь новый путь в своей жизни новый путь понимаете то есть а уж куда он пойдет он может быть с этим мужчиной он может быть с новым мужчиной но у вас новый путь в отношениях будет вам нужно избавиться от каких-то негативных паттернов которые вы наработали вот в этих отношениях через общение с этим человеком здесь скорее всего будет какая-то информация через него придет что душа хочет еще сказать что ваша душа хочет еще сказать по этому поводу крым крымический урок у вас смотрите через это обнуление у вас когда вы выйдете из каких-то вот в этот момент когда вы будете общаться с этим мужчиной или получите сообщение смотрите что душа вам говорит крайне важно быть в потоке своей души вот смотрите это примерно выглядит так прозрачный поток связь с высшими силами когда вы видите когда вы как наблюдатель вы стоите и наблюдаете за собой пришла эмоция здесь проработка ваших эмоций будет у вас какое-то негативное все еще есть эмоциональное состояние которое не дает вам шаг в будущее в котором ваша карма слышите меня ваша карма вот после этой встречи она может даже вообще вам незначимой показаться но она значимая для вас очень сильно на вас здесь выпадают старшие арканы и плюс старший аркан судьбы кармы кармических заотношений пойдет с этого момента если вы сможете начать пребывать в гармонии увидеть свои эмоции в этот момент и сгармонизировать их не уйти в страхе не уйти в сомнения а гармонизировать безусловной любовью понимаете безусловная любовь это энергия вашей души Бога вы есть Бог вы часть Бога часть Вселенной так же как и этот человек но он находился под властью гордыни ангел ну Люцифер знаете да дьявол падший ангел у которой возгордился вот у него то же самое он просто под властью материи был и может быть и сейчас есть вам это надо увидеть и сгармонизировать эмоции по этому поводу понимаете видеть что мы взаимодействуем на энергиях души то есть в таком прозрачном потоке находиться и не вспыхивать гневом обидой презрением а посылать безусловную любовь то есть пожелать этому человеку будет он с вами не будет он с вами быть счастливым быть счастливым в своей жизни да с вами или без вас но быть счастливым то есть это вот полное принятие себя полное принятие ситуации с этим человеком информации которая пойдет я не знаю какая здесь информация пойдет но какая-то очень важная для вашей гармонии вашей внутренней не его гармонии не отношений между вами а вашей гармонии чтобы вы могли обнулиться пойти в абсолютно новое здесь у вас вы стоите ровно на пороге кармических изменений именно в отношениях с другими людьми мужчина женщина надо так сказать у кого-то новый мужчина после этого появится у кого-то возникнут новые отношения вот с этим мужчиной это уже как вы в какой гармонии будете да что общий расклад обнуление оно как может дать новую дорогу с этим человеком также может дать новую дорогу и с другим человеком но в любом случае я говорю здесь вот при этой встрече вы должны быть в полном балансе в полном принятии балансе и отпускании ситуации знаете что такое безусловная любовь в отношениях с мужчинами без разницы новый это старый мужчина это не зацепка за результат нет результата в процессе в процессе гармоничном принятии общения какое бы оно ни было и баланс разных эмоций да они должны быть в балансе вы как сторонний наблюдатель примерно получаете удовольствие от общения благодарите за это общение внутренние высшие силы и никогда не зацеплены за результат будут ли здесь отношения разорвутся ли они эти отношения будет ли новый человек в вашей жизни нет зацепки за результат то есть готовность потерять любые отношения вот примерно так вот это и есть безусловная любовь то есть пожелание человеку какой бы то он ни был плохие были у вас отношения с точки зрения человеческих да морали там или еще чего-то но быть ему любимым счастливым без вас или с вами также если это новый человек не зацепленность за результат то есть будут ли у нас с ним взаимоотношения или нет общение в процессе здесь и сейчас это примерно вот так вот идет то есть как бы вы такая прозрачная да и сразу же заодно принимаете любое окончание ваших взаимоотношений при этом из вас ну как доброта что ли идет по-человечески если да сказать когда вы с добротой принимаете и тот результат и другой результат с благодарностью вот это называется как бы гармоничное принятие вам важно здесь быть чтобы вас обнулили у вас жизнь потом лучше пойдет вот что бы ни случилось да люди более гармоничные будут входить или этот человек сможет трансформироваться когда вы сами находитесь в гармонии люди вокруг вас тоже трансформируются они тоже начинают вибрировать в более гармоничном просто кто-то отстает кто-то впереди всегда идет это же всегда вот закон бесконечности вы находитесь в точке кто-то отстает кто-то впереди вас всегда есть к чему стремиться и всегда есть от чего уходить правильно вот примерно вот это с вами будет происходить очень серьезный какой-то момент жизненный явно встреча или какое-то сообщение от бывшего мужчины который важно принять гармонично быть в гармонии вас выводят в вашу положительную карму представляете с мужчинами и тут суть дела не в том с кем у вас будет эта положительная карма суть дела в том чтобы вы были счастливы потому что посылая в мир гармонию чувство принятия чувство благодарности за любое событие вы созидаете себе чувство принятия благодарности от других людей втройне это всегда так работает закон трех то что послали в мир то и приходит вот в этот момент здесь очень-очень душа вас просит быть гармоничной потому что были негативные отношения здесь может быть у вас негативная реакция может возникнуть опять потому что мысли постоянно смотрите у вас негативные в эту сторону вас будут выводить во-первых из стагнации из стагнации эти отношения куда-то как-то дальше пойдут девочки возможно только энергетически я не знаю мы не копаем эту сторону мы смотрим что душа хочет вам в этот момент здесь и сейчас вам сказать и здесь идет очень-очень важная ваша трансформация здесь что-то я я тайная станет явным после чего смотрите вы выходите в состояние где вы спокойно гармонично принимаете решение выбор себя сердцем о чем мы говорили в самом начале смотрите куда вас ведут у вас очень-очень такое интересное тут тайну какую-то вы вскроете о своих отношениях о любви ваша внутренняя тайна об отношениях с мужчинами очень важная что вы здесь оставляете позади невозможность принятия решений невозможность балансировать между добром и злом между энергиями между материей понимаете у нас первичная эта энергия только потом она уже в материю переходит у многих здесь могло валиться здоровье материальный дисбаланс быть он у вас остается в прошлом представляете куда вас ведут скоро какое-то событие я потом сделаю расклад на раскрытие тайны какую тайну вы скоро откроете или в себе или в людях или что станет скоро явным для вас но вы выходите в баланс смотрите вы выходите в легкость в легкость бытия жизнь будет казаться более легкой более приятной вот такое вот послание души сейчас прямо с душой будем это мы разбирали о чем здесь разговор а вот здесь вот оракул оракул души что она вам скажет давайте спросим так вот когда здесь придет информация от этого человека она какая-то незначительная будет но смотрите как важно быть в балансе в эмоциональном потому что зацепка идет за прошлое негативные эмоции негативные мысли они не должны быть негативными отсылая в моменте здесь и сейчас негативные эмоции или негативные мысли вы созидаете в три раза больше негатива себе вот так работает энергия когда вы принимаете отпускаете плюс посылаете безусловную любовь любым ситуациям вашей жизни к вам обратно в три раза больше безусловной любви приходит которая трансформируется в счастливое будущее давайте спросим вашу душу что она хочет вам сказать о ваших эмоциях ну вот в моменте она говорит прям вы должны вот видимо здесь знаете как будет видимо или сообщение от этого человека или какая-то информация о нем у некоторых даже встреча всколыхнет здесь проверка такая будет готовы ли вы отдавать позитивные эмоции вот этого баланса это не значит радоваться смеяться или еще что-то быть в гармонии это спокойный такой как наблюдатель ну благостью внутри что ли можно так сказать да вот здесь будет момент когда вы должны быть в моменте посмотреть внутри себя все эмоции вот она как раз и идет о прошлом ностальджия ндпс то есть в том что в прошлом и вам вот у вас придет эмоция как раз что вы совершили какую-то ошибку вот эту эмоцию надо отследить душа говорит прямо вы представляете на оракуле что вы совершили какую-то ошибку у вас есть подсознательное чувство вины за прошлое хотя мужчина вроде бы да больше как-то негативно к вам относился но у вас присутствует чувство вины может быть за разрушенные отношения то что вы приняли какое-то решение об уходе да или еще что-то вам нужно быть в моменте здесь и сейчас и отследить чтобы выйти из токсичности вот этих негативных эмоций мыслей негативные эмоции мысли отравляют вашу жизнь то есть вот я как говорю когда вы находитесь вам ее просто отследить надо она видимо так глубоко у вас сидит но подсознание вы же осознанно себе не говорите я такая нехорошая или еще что-то а вот это вот чувство вины оно внутри подсознательно и вы когда его постоянно посылаете оно формирует вам токсичность токсичность и она же видите приходит в три раза больше все что мы отправляем вовне возвращается нам в три раза больше смотрите сколько много в прошлое вы отправляете во первых энергию туда сливаете ее на будущее не хватает и идет негативные мысли и негативные эмоции негативные эмоции вот именно связаны с чувствами вины ну а мысли негативные могут быть любые что у вас там он нехороший или еще что-то да это к вам же токсичностью возвращается видимо вот в этих когда какое-то сообщение получите у вас иногда видимо вот эта эмоция будет подниматься поэтому вам в балансе надо быть отследить ее и убрать и тут начнутся уже трансформации вашей кармы в положительном ключе вам легче по жизни будут такие события легкие будут входить в вашу жизнь давайте в целом сообщение от души что она хочет сообщить тут вот именно мы взяли упор на эту ситуацию со встречей да а в целом что она вам хочет сказать вот в целом вообще вот об этом ты должна переродиться она говорит реши сейчас кем ты хочешь быть притягивать к себе токсик ну то есть вы когда отдаете в энергию энергию в пространство в три раза больше такой же энергии вам возвращается то есть где-то обида недовольство презрение смотрите вы отдали эту эмоцию к вам из внешнего мира в три раза больше возвращается того что вы отдали вот здесь душа говорит перед тем как вот это вот скоро начнет с тобой происходить реши кем ты хочешь быть ты хочешь сама себя вот варить в токсичности да это негативные эмоции они просто разрушают вашу жизнь то есть входит больше негатива в вашу жизнь или он не переходит в позитивные да в легкие какие-то отношения здесь больше будут трансформироваться мужчина и женщина отношения здесь душа просто говорит реши вот пока здесь и сейчас реши кем ты хочешь быть кто ты кем ты хочешь быть какой ты хочешь быть и в каком мире ты хочешь быть переставляем стань бояться я же говорю вас из эмоций страха они видимо глубинные у вас подсознательные и видимо встреча да вот болезненный человек из вашего прошлого его встреча сколыхнет вам в этот момент надо отследить и сбалансировать их чтобы в вашей жизни потом тоже везде был баланс и вот эта карта говорит только не бойся не уходи обратно в негативные эмоции не бойся не переживай никакого страха не должно быть просто находитесь в чувстве принятия я сделаю расклад на неделе самодостаточность самодостаточность это не только материальная самодостаточность просто мы в материальном мире часто думаем что мы самодостаточны когда у нас есть деньги или еще что-то самодостаточность это прежде всего когда на нас близкие люди не могут мы не зависим от их от них проще говоря и когда мы не зависим от социума мы целостны и первое что показывает это как раз эмоциональный фон потому что ну тут близкие люди могут легче всего вызвать а здесь негативная ситуация видимо он войдет в вашу жизнь и у вас подсознательно всколыхнутся кое-какие эмоции вам их надо отследить просто и проработать вот такая история и не бойтесь ничего никакого страха не должно быть у вас должен уйти страх перед будущим потому что возможно через негативные отношения с этим мужчиной у вас возник подсознательный страх будущих отношений вообще с мужчинами потому что вас обнуляют в отношениях с мужчинами видимо эта встреча она вообще мизерная может быть но она громаднейшую роль для вас именно имеет то есть всколыхнув это как иголочка всколыхнет какие-то эмоции которые вам легче будет отследить это как помощь ангелов для вас чтобы вы отследили эти эмоции поняли чего вы боитесь и у вас ушли страхи проработали страх когда вы его видите вы его проработать очень легко можете и понять а чего же я хочу на самом деле возможно вот этот момент даст возможность себя принять всем сердцем и не бояться будущего будущих отношений с мужчинами и вообще будущего от людей это взаимодействие с социумом благодарю вас на за то что были сегодня со мной ставьте лайки пишите комментарии вам не сложно мне будет очень-очень приятно обязательно заходите до новых встреч до новых встреч